если честно сказать не крайне лень записывать такие либо видео потому что я плотно поела и я бы день прилегла что сейчас я хочу сделать на какой-нибудь каком-нибудь газончики на травке полежать нахожусь я в городе шань то это провинция гондун командировки уже две недели вот сегодня какое сегодня вроде либо 3 либо 4 сентября жарко душно но я как житель субстропического климата вам хочу сказать уже тонко чувствую что осень пришла вот если сюда приедет русский человек в россии он скажет нет лена это лето я говорю нет это уже осень вот люди сидят на травке вот там дальше я хочу пойти через дорогу там огромный парк самое интересное что это место называется time square хорошо хоть не центр парк назвали пойду гулять я взяла себе холодного песка власть себе покажу что взяла развлекаясь как могу потому что здесь я совсем одна в командировке компании у меня нет ну когда меня это останавливало там воробушке к добираюсь до локации стоит хочу рассказать чтоб потом вспоминать как это все было прошлом году здесь творился такой хаос в плане дорожного движения автобусы настолько были нахальные что мне просто приходилось не за там грубо говоря запрыгивать на ходу в автобус из него выпрыгивать короче не пропускали постоянно остановки общем я там постоянно ругалась и нервничала по этому поводу сейчас я переходила здесь дорогу недалеко ну просто для китая на сегодняшний день это еще не совсем типично я только стала одной ногой на пешеходный переход и уже все останавливаются не потому что я иностранка здесь мало иностранцев и нам стараются как-то до подмазаться нет я наблюдала потом за другими пешеходами да действительно здесь стали соблюдать такие же правила как даже движение как и в россии когда до пешеход выходит на проезжую часть и всех дорожно тормозят вот сейчас я перейду вот это вот нос этот я скажу я на самом деле тяжело мне идти вот какая-то огромная сумка сегодня был небольшой шоппинг пила себе брюки что небо такое ощущение что будет гроза купила себе брюки купила сейчас приду лягу на траву покажу что если не купила чем занималась я вот иду и думаю иду размышлям может быть танского таймского назвали потому что есть башня с часами здесь вот такие вот футуристические сады как сингапуре вообще не могу понять что происходит почему китайцы так заболели этими деревьями футуристическими что в моем поселке городского типа такие светящиеся что здесь в парке не задумка конечно неплохая но уже чересчур их много на мой взгляд ой пакет у меня тяжелую сумка тяжелый что я уже устала часа грейти ну ладно уже раз начала движение на дайте сзади меня там фотографируются китайцы не могу увеличить короче когда китайцы фотографируются они говорят все это баклажан переводится это так для справочки интересующихся в общем обустроилась я здесь на травке не нашла то место которое искала изначально я не знаю в каком бреду я ему тогда нашла отыскала лучше не знаю уже по карте все искали сила но меня большая сумка поэтому тяжелая сумка поэтому я уже не стала искать сейчас покажу что если не купила конечно для жителей европы там россии так далее здесь ничего ценного нет мне китае есть для иностранцев живущих китае это значит соус сыр на вообще все что связано с сыром все что связано с сыром в китае печалька и тоска вот так как я сырная душа люблю такой сливочная клетку баночку стоит 150 рублей на русские деньги дип-соус какой-то буду пробовать затем сальса острая я люблю в принципе острую пасту секретом все эти дела пивко типа немецкая ну нихрена ну конечно не немецкая и и циндао пиво и сижу вот наслаждаюсь погодкой главное чтобы ливень начался знаете у меня сегодня два удивления во первых я нахожусь на тайм-сквер в китае есть такая площадь представляете а второе в общем стали местные водители вести себя очень прилично как в россии то есть я только ножкой на проезжую часть на пешеходный переход все сразу восстанавливается вообще для китая это не типично в том году еще тут можно было не знаю на лету из автобуса выпрыгивать и запрыгивать соответственно а сейчас все как-то резко меняется и вообще китай конечно молодцы в этом плане за китай я шла вот здесь вот и пошла беспонтовое место парк вот этот весь вот там вот был слушайте ну по-моему мне очень дойдет димошенко пока ну в общем все кончилась моя халява ношением помады теперь перехожу опять к маскам возвращаясь гонжоу как-то так